Лук, семейная посадка и уход. Многих фермеров интересует, как сажать семейный лук осенью, весной, как за ним ухаживать. Это неудивительно, ведь семейка отличается особенно мягким и ароматным вкусом, сочностью. Как дает понять описание растения в научной литературе, высоту кусту лука может вырастать на 30-50 см. Один плод весит примерно 25-40 грамм. Диаметр и форма плода могут быть очень разными и зависят от срока посадки, сорта и местности. В одном гнезде, как показывает опыт, может вырасти от 4 до 10 штук луковиц. Ценная характеристика овоща, благодаря которой семейный так полюбился фермерами – хорошая лешкость. Самые распространенные сорта семейного лука – это монастырский сафокл, сибирский желтый гарант, серсинь, сельга, золотинка. Как указывают фермеры, с опытом вырастить растения несложно, однако важно придерживаться агротехнических правил посадки и обеспечить растению правильный уход. Агротехнические особенности выращивания. Посадка из семейного лука и репчатого осуществляется на плодородных почвах. Первая разновидность даст хорошие результаты даже если будет высажена в трудную землю. Главное, чтобы дренажная система была хорошей. Лучше растению подойдет некислый грунт, нейтральный. Лучшими предшественниками станут картофель, горох, фасоль, тыква, кабачки. На одном и том же месте сажать лук семейный разрешается один раз в три сезона. Если хозяин имеет возможность выбирать участок для грядки лука, тогда предпочтение лучше отдать солнечным территориям. Полутень также неплохой вариант. Поскольку семейный лук является холодостойкой культурой, выращивать его можно при температуре от 4 градусов. Выдерживает это растение непродолжительные морозы до минус 4-6 градусов, потому без проблем его можно посадить в таких суровых регионах, к примеру, как Сибирь. Такая биологическая особенность дает возможность хозяину самостоятельно решать, что будет больше прорастать сначала. Если нужно иметь самые большие корневые плоды, тогда посадка в открытый грунт должна происходить ранее весной. Талая вода заменит частый полив, и луковица быстро достигнет нужного размера. Лук семейный в том случае, если, в первую очередь, владелец желает насладиться зелеными стеблями овоща, тогда высеивать его нужно. Когда температура почвы составляет более плюс 15 градусов, некоторые хозяева определяют дату посева, заглядывая в лунный календарь. Посадка семейного лука весной на головку должна осуществляться во влажную почву. Наибольшую потребность в воде растение чувствует, когда интенсивно начинает расти сама луковица и листовой аппарат. Потребность во влажности воздуха незначительная. Оптимальный показатель в момент посева 60-70%. Лучшим периодом для посадки растений являются март-апрель. Осень также хороший период для высадки некоторых сортов лука. Для подзимней посадки, в том числе в таком регионе как Урал, лучше подходят такие сорта – альбик, сафокл, сибирский, желтый. Способы размножения лука семейного. Как правило, лук семейка размножается вегетативным способом. Одна лунка ежегодно дает 5-10 луковиц. Из них несколько штук оставляет для посадки, остальные употребляет в пищу. Для размножения больше всего подходят овощи с весом 100 грамм. В том случае, если хозяин решается высадить большие по размеру и весу луковицы, он получит в результате примерно 6-8 небольших по размеру плодов. Как указывают опытные фермеры, чем больше по размеру луковица для высадки, тем большее количество отдельных овощей можно будет получить. Другой способ размножения – рассадой. Каждый хозяин может высадить в теплице, в горшечках, на балконе или подоконнике лук-сивок, а когда температура на улице позволит высадить его в землю. Высадка семян у луковиц – подготовительный этап хороший урожай в значительной степени и зависит от того, насколько заботливой была подготовка посадочного материала и почвы. Для начала нужно отобрать наиболее пригодные для высадки луковички. С них снимают сухие чешуйки, пока основа не станет сочной. Дальше луковички дезинфицируют, помещают на 20 минут в раствор медного купороса. Важно! Для приготовления дезинфицирующей жидкости 1 стакан л. медного купороса смешивают с 10 литрами чистой воды. Протравленный лук перед тем, как садить, обязательно нужно промыть под проточной водой, а затем просушить естественным способом. Высадка лука в том случае, если посадочный материал в течение длительного времени сохранялся и успел уже потерять свои силы, его можно замачивать в растворах комплексных удобрений. Продолжительность этого процесса – хотя бы 10 часов. Если хозяин хочет получить большие по размеру плоды, ему нужно разрезать каждую луковицу пополам. Делают это в горизонтальном направлении, пытаясь обеспечить одинаковое количество корней. Следовательно, каждая из половинок будет содержать алимер на по 3-4 зачатки. Обрабатывать каким-то образом срезы нет необходимости, они сами подсохнут и будут готовы к помещению в очву. Что касается подготовки почвы, то этот процесс не является каким-то особенным для фермера. Территорию, отведенную под грядку, нужно хорошо перекопать. Во время такой работы можно сразу же вносить и удобрения. На каждый квадратный метр разрешается добавлять по 5 кг перегноя и еще стакан золы. По желанию можно добавить и 2 стакана. Лист суперфосфата. Если почва глинистая, рекомендуется смешать ее еще с песком на каждый квадратный метр в 5 кг. Процесс высадки схемы посадки предусматривает формирование на грядке глубоких 2-3 борозд. Высаживать луковицы лучше в шахматном порядке. Если сорт отличается крупными плодами, расстояние между головками должно быть хотя бы 25-30 см. Если же плоды небольшие, тогда 15-20 см. В том случае, если овощ высаживается исключительно для того, чтобы получить зелень, можно экономить территорию и сохранять расстояние 10-15 см. Оптимальная глубина посадки 5-8 см. Если поместить половинку на меньшую глубину, есть большая вероятность, что ее корневая система пересохнет. Засыпая лук можно окучивать таким же образом, как и картофель. Важно, чтобы толщина верхнего слоя была не меньше, чем 3 см. Сверху гряд обильно поливают чистой водой. Несколько иначе происходит посев семян для получения рассады. Для этого предварительно нужно подготовить емкость, деревянные ящики или пластиковые контейнеры. Заполнить их можно куплены в специализированном магазине с землей или подготовленном еще с осенью грунтом с огорода. Расстояние между рядами в классическом варианте составляет 4-6 см. Важно! Расход семян лука должен составлять 15-20 г на 1 м квартала в территории. Выращивание лука в тепличных условиях предусматривает поддержание стабильного температурного режима. Не будет хорошего результата, если в помещении температура понизится меньше, чем плюс 14 градусов. Небольшие емкости иногда накрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом для обеспечения парникового эффекта. Как правильно сажать лук Уход за восходами Для того, чтобы корневая система могла хорошо развиваться, нужно часто поливать всходы. Особенно важно это делать в первый месяц с момента появления всходов. В первую неделю полив должно происходить по крайней мере один раз в три дня. Со временем, если погода не слишком жаркая, можно уменьшить частоту до одного раза в 7-10 дней. В первую половину вегетационного периода, когда формируется корневая система, почва должна быть увлажненной на 30 сантиметров. Поскольку семейка имеет, как правило, дружный всход, амульчирование почвы и подкормку можно выполнять всего лишь один-два раза в сезон. Чтобы не травмировать еще очень слабую корневую систему, рыхлить землю нужно между рядами, а не между самими растениями. Для первого раза глубина рыхления должна составлять 6-8 сантиметров. Для второго 5-6 сантиметров. Как высаживать рассаду открыть и высадить рассаду в открытый грунт разрешается примерно через 50-60 дней после посева семян. На этот период растение уже должно иметь по меньшей мере одно зеленое перо, а также развитую корневую систему. Посадка техника посадки предусматривает несколько этапов. Саму рассаду еще на предыдущем месте пребывания нужно щедро полить, вынуть растение из земли. И слегка скрикнуть корни нужно подрезать примерно на треть, таким образом, чтобы осталось примерно 3-4 сантиметра длины. Корни обмакивают в болтушку из коровяка или глины. Поместить растение в лунку на глубину хотя бы на 1 сантиметр больше, чем та, в которой оно росло раньше. Оптимальное расстояние между рассадой 15-20 сантиметров. Между рядами расстояние должно составлять не менее 45-60 сантиметров. Оптимальная густота растений на 10 кварталов. М500-600 штук важно. Корни рассады при высадке не должны ни в коем случае заворачиваться наверх. Поэтому их нужно аккуратно расправить перед засыпанием. Луковичный кустик рассаду засыпают землей. Для того, чтобы влага ниша испарялась из растения, а само растение удачно прижилось, можно на треть обломать его листья. Полив лука сразу после высадки грядку обязательно нужно щедро полить. На 40 кустиков придется потратить примерно 8-10 литров воды. После этого землю вокруг каждого отдельного растения нужно уплотнить, утрамбовать. Такое действие поможет избежать уявления пустоты корней, следовательно, предупредить пересыхание. После этого можно заняться мульчированием. Рыхлить землю разрешается на третий день после высадки растений на постоянное место. Параллельно можно заменить врядшие кустики, которые не принялись на новую рассаду. Уход за растением так же, как и всходы, взрослое растение нуждается в надлежащем уходе. Очень много воды требует лук, семейка, посадка и уход никогда не обходятся без поливки. При умеренном климате поить грядку нужно каждые 7-12 дней. Если в регионе жарко и очень много солнца поливать нужно каждые 3-4 дня. Важно! Если нужно сохранить зелень, нельзя подливать лук в дневное время. Лучше для этого занятия выбрать время, когда солнышко еще не поднялось высоко на небо или уже опустилось. Последнее поливание нужно осуществлять примерно за 3-4 недели до того, как урожай будет собираться. За сезон рыхления между рядами должно проводиться примерно 3-4 раза. Глубина процесса определяется фермерам самостоятельно и зависит от уровня развития корневой системы. Чем она слабее, тем деликатнее должен быть уход. Последнее рыхление осуществляется за месяц до сбора урожая. Удаление сорняков – важная работа для тех хозяев, которые хотят получить сочный и большой урожай. Первая подкормка растения происходит примерно через 10-12 дней после высадки рассады в открытый грунт. Лучшим вариантом для этого станет смесь из воды и птичьего помета или коровяка в рапорции 1 час 10 минут. Также можно к такому раствору добавить еще 25 грамм. Мочевины. Одно ведро такого удобрения должно использоваться на 10 квадратных метров грядки. Для второй подкормки специалисты рекомендуют использовать калиево-фосфорное удобрение. Оно помогает ускорить процесс возревания луковиц и улучшает лешкость урожая. В том случае, когда сроки сбора урожая уже приближаются, а листья на растении все еще остаются зелеными, сама шейка широка – за 7-10. Дни до даты сбора урожая нужно лопатой перерезать корни. Это нужно сделать вместе на 5-6 сантиметров выше начала головки луковицы репка. Как собирать и хранить лук семейный? Сигналом того, что урожай уже созрел и должен выниматься из земли для дальнейшего хранения, является состояние листьев. Самостоятельно ускорять этот процесс ни в коем случае нельзя, иначе луковицы не будут храниться слишком долго. Сбор урожая Если растение высаживалось осенью, зима и весна прошли успешно, тогда собирать урожай можно уже в середине июля. Если же высадка овощей происходила весной, тогда лучшим периодом для сбора станет вторая половина августа. Извлекать лук лучше вручную. После выкапывания его обязательно кладут на грядку. В отличие от чеснока, семейка требует дозаривания, то есть дополнительного пребывания под открытым небом. На это, как правило, фермеры отводят еще 10 дней. Не стоит волноваться по поводу возможного дождя или повторного прорастания луковицы в землю. Перед тем, как выкладывать овощ в ящики или мешки на длительное хранение, нужно провести так называемое ручное обрезание, то есть вручную, но оторвать от луковицы все лишнее. Важно! Запрещается осуществлять обрезание острым предметом, ведь от этого увеличивается вероятность инфицирования и загнивания плода. На свежем воздухе, но под навесом, лук должен побыть еще несколько недель. Когда плоды хорошо подсохнут, их можно пересыпать в емкость и перемещать в подвал. ТОЧКА